на канал из гет поступил такой вопрос пообещал богу что пожертвую на храм большую сумму если он поможет мне решить мою проблему не грешно ли иметь такой договор с богом такая притча такой рассказ как один преступник убегает от погони поле погони вдалеке но все скачут на конях и деваться некуда совершенно и вот он бежит по полю понимаешь сейчас его поймают и начинает молиться господи помоги мне сделай что нибудь если ты не спасешь от неминуемой беды то эти такую свечу поставлю и вдруг вид валяется дохлая лошадь и он забирается в эту лошадь конечно кругом нечистота запах на все погони догоняет его и скачет мимо и он видит что он на свободе все уже преследователей не видно и он выбирается за этой лошади отряхивается и говорит господи слава тебе спасибо за твою помощь я тебе такую свечу как обещал пожертвую только уж более противный ты мне уберуще приготовил и на что господь говорит ему вот такая же противная для меня будет твоего русская свеча это такой рассказ плеча то же самое наши договора с богом ведь что господь хочет господь говорит сыне дашь мне свое сердце господь хочет нашего сердца ни наших денег господь господь хочет нашего покаяния он пришел не праздником а призвать грешников и покаяния господь хочет нашей любви господь говорит в любви господа бога своего 17 серцев тем все души и всем по мышлению и крепости своей господь хочет нашей верности ему вот это выходит господь и что можем дать только вот это и можем дать ему и если мы идем в храм то конечно в храме можно попросить что-то конечно можно пожертвовать на храм но самое главное ради чего мы идем в храм или раньше мы должны идти в храм это ради то что просто побыть с богом ради него самого то же самое когда мы молимся хорошо помолиться кого-то хорошо попросить в молите о чем-то но самое главное это к нему обратиться побыть с ним самое главное христос вот он главная ценность они наши договора не то что мы ему а он нам отношение с богом это не договорные отношения отношения с богом возможно только тогда когда это отношение любви искренности веры правды внутренней чистоты вот только это принимает господь они какие договора с богом они никогда не будут иметь никаких сил внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а